Приветствую Вас, позиция Вашего бывшего любовника, она здесь такова, что он к Вам, судя по всему, еще не до конца охладел, то есть он к Вам неравнодушен, еще вот на данный момент он неравнодушен, вот, и, собственно говоря, вот именно потому, что он к Вам неравнодушен, у него появилась такая вот реакция, может быть, не очень хорошая реакция, да, потому что, ну, он не ожидал Вас увидеть, не ожидал, что Вы зайдете к нему на страничку, а Вы это сделали, Вы зашли, и, в общем-то, ему это было неожиданно неприятно, наверное, даже, вот, ну просто потому, что он не хотел, чтобы Вы к нему заходили, вполне возможно, что он не хотел, чтобы Вы как-то с ним вообще взаимодействовали еще, вот, ну и, соответственно, соответственно, когда Вы ему, когда Вы нашли, он Вас увидел, и это ему было довольно неприятно, вот, ему это было неприятно, и поэтому он подумал, а вот вдруг Вы, вдруг Вы, там, например, хотите чего-то от него, а вдруг Вы, там, ну, на самом деле, например, не заблудились, да, так это вот Вы ему дали понять, Вдруг вы не заблудились, а вдруг вы действительно вот чего-то там от него хотите, вдруг вы действительно там на что-то там, например, надеетесь там и так далее. То есть вот такой момент он в принципе тоже может быть. И именно поэтому мужчина вам написал, спросил, не заблудились ли вы и так далее. То есть связано это именно с тем, что человек негативно воспринял то, что вы к нему зашли, он так как бы надеялся на то, что вы его забудете, он так как бы надеялся на то, что вы исключите его из своего круга общения. Он надеялся, что вы не будете с ним больше общаться, а вы с ним как раз таки, получается, напомнили вы ему о себе, да, получается, вы напомнили ему о том, что вы есть, и это ему было неприятно. Именно поэтому он вам вот так вот написал. Именно поэтому он вам так написал. Значит, что вы можете ему ответить здесь, я думаю, вам можно сказать в принципе довольно такую может быть банальную вещь, что вам можно сказать. Сказать ему можно и нужно по большому счету правду. Правда, она заключается в том, что вы случайно это сделали. И вот для меня лично остается загадкой, почему вы не могли ему этого сказать. То есть что, по сути, что вам мешало ему сказать правду. Что вам мешало сказать ему правду, что вы ошиблись, что вы заблудились, что вы там действительно как-то вот просто не поняли, может быть, чего-то, да. И так далее. То есть что вам мешало сказать. Это вот на самом деле непонятный момент, но я думаю, что вы его для себя проясните. То есть именно вопрос, связанный с тем, почему вы не знаете, что сказать ему. Почему вы не знаете, что можно ответить в такой ситуации, ведь ситуация на самом деле вполне нормальная. То есть это бывает, это случается, такое происходит. И вот вопрос, который у меня к вам, это вопрос именно вот такого плана, почему вы как бы растерялись. Вот. С чем связано то, что вы растерялись? Может быть, у вас есть еще чувства, например, к нему до конца? Может быть. Но тогда опять же об этом нужно ему сказать, что у вас есть к нему чувства. А вы же, получается, по факту, вы же, получается, этого не говорите, не говорите ему. Вы не говорите, что у вас есть к нему чувства. И вопрос заключается в том, почему мне говорите. Далее. Вы спрашиваете, как относится ко мне бывший любовник, да? То есть не понимаю его отношения к себе, по сути. И я думаю, что здесь я вам ответил на ваш вопрос, потому что бывший любовник относится к вам именно так, что его чувства к вам еще не остыли. Скорее всего, он не до конца к вам равнодушен. И именно поэтому, именно этим продиктовано его такое, может быть, не очень вежливое обращение к вам. То есть мне видится и представляется ситуация именно под таким углом, что он просто недостаточно хорошо, недостаточно сильно, недостаточно полно вас еще забыл. И вот именно по этой причине человек вам написал достаточно бездругу. То есть у вас сразу сработала такая, знаете, своего рода защитная реакция, да? Мол, зачем она мне пишет, чего она с меня хочет, да? И так далее. И так далее. Я думаю, так. И мне здесь, в этой ситуации, единственное, только не очень понятно, почему вас это задело, почему вас это ввергло в состояние растерянности и с чем это связано. То есть если вы действительно, если вы действительно к этому человеку еще что-то чувствуете, то тем более, тем более не очень понятно, почему вы там без спор, например, с ним не вместе, почему вы без спор с ним не общаетесь, почему вы там с ним не взаимодействуете, почему вы не взаимодействуете и так далее. А если вы хотите быть с ним, то тоже непонятно, что вас вообще, что вам не дает это сделать. То есть хотите общаться с ним, хотите взаимодействовать с ним, пожалуйста, взаимодействуйте. Какие здесь есть преграды на этот счет мне, например, не я. Но я надеюсь, что вы этот вопрос тоже разберете, может быть, с другими экспертами, может быть, вы разберете эти вопросы, когда зададите их еще, либо другие вопросы зададите, либо эксперт выберите для проработки. Но тем не менее это очень важно, чтобы вы определили для себя вот этот момент. Потому что без него, без этого момента нельзя говорить о том, к сожалению, чтобы вы избавились от такого вот своего рода, знаете, стеснения, от растерянности. Вот. Растерянность – это ваша личная проблема и не нужно что-то сделать. И полагаю, что растерянность ваша, она связана с тем, что вы хотите чего-то, вы нуждаетесь в чем-то, как это видится, по крайней мере, мне. Вот о том, чего вы хотите, о том, чего вы желаете и о том, как этого можно достичь, я думаю, с вами и нужно разговаривать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ... Продолжение следует...